Общее сведение. Под инородным телом ЖКТ в современной гастроэнтерологии понимают предметы, поступившие в пищеварительный тракт извне или образовавшийся в нем самом, но не являющиеся по своему составу пищей. Согласно имеющимся в литературе данным, инородные тела пищеводов встречаются в 68,4% случаев желудка, в 18,9% тонкой кишки, в 7,1% толстой кишки, в 3% прямой кишки, в 2,6% случаев. Инородные тела желудка представляют существенную угрозу для здоровья человека. Несвоевременное распознавание и удаление может вызывать их миграцию, кровотечение, перфорации желудка, а также служить причиной перитонита, медистенита, образования инфильтратов и флегмон в мягких тканях грудной и брюшной полости. Наличие постороннего предмета в полости желудка сопровождается временной листойкой утратой трудоспособности, а иногда даже приводит к летальному исходу. Ведение пациентов требует согласованности действий разных специалистов, эндоскопистов, гастроэнтероловов, абдоминальных хирургов, психиатров. Инородное тело желудка причины Различают случайно или умышленно проглоченные предметы, сформировавшиеся в организме камни, желудочные безоары, желчные камни, предметы, попавшие в желудок травматическим путем или оставленные при оперативных вмешательствах. Случайно проглоченные инородные тела желудка весьма разнообразны. Дети младшего возраста часто заглатывают мелкие предметы, монеты, пуговицы, элементы мозаики и конструктора, дисковые батарейки, косточки от ягод, части игрушек и так далее. У взрослых инородные тела чаще всего попадают в желудок. В процессе еды это могут быть зубные протезы, кости, зубочистки. Нередко проглатывание предметов связано с привычкой удерживать во рту при выполнении работы булавки, иголки, гвозди. Повышенный риск случайного проглатывания инородных предметов существует у лиц старческого возраста в связи со снижением чувствительности слизистой ротоглотки, старческим слабоумием или наличием дисфаги после инсульта. Умышленное проглатывание встречается у психически нездоровых людей. У данной категории лиц в желудке нередко обнаруживаются крупные и опасные предметы, столовые приборы, гвозди, термометры, зубные щетки, лезвия для бритья и дыры. Безоарные камни – это тела, образующиеся из плодовых косточек, растительных волокон, шерсти, волос, смол, жиров, кровяных сгустков и дыры. Неперевариваемых субстратов В желудке могут выявляться волосяные шары, трихобезоры, камни растительного, фитобезоры и животного, стеба, безоары происхождения. Органические безоары при минерализации лаков, смол, сгустков крови, тела эмбрионального происхождения, дермоидные кисты желудка. А также безоары смешанного генеза полибезоры. В случае формирования холецистогастрального свища при пенетрации язвы желудка или желчнокаменной болезни в желудок могут мигрировать желчные камни. Инородными телами, проникшими в желудок травматическим путем в результате ранений или открытых повреждений, как правило, становятся Осколки снарядов пули, куски стекла, дерева и дыры. Чужеродные предметы, оставленные при хирургических вмешательствах, это нерассасывающиеся лигатуры, скобки, скрепки, дренажи, тампоны и так далее. Размеры инородных тел варьируют в широких пределах от нескольких миллиметров до 20 и более сантиметров. По количеству чужеродные объекты могут быть одиночными и множественными. Наиболее опасны остроконечные предметы, представляющие потенциальную угрозу повреждения стенок желудка, желудочно-кишечного кровотечения. Развитие прободения абсцесса, брюшной полости или разлитого перитонита. Длительное нахождение в желудке тяжелых металлических предметов приводит к образованию пролежней и некроза желудочной стенки. Симптомы инородные тела желудка мелкого размера и округлой формы могут самостоятельно выходить наружу при дефекации. Фиксированные в желудке предметы провоцируют болевой синдром в эпигастрии, боли носят постоянный тупой, ноющий характер. После приема пищи может отмечаться тяжесть в области желудка, тошнота, металлический привкус во рту, гиперсолевация, усиление болей. Множественные посторонние объекты вызывают распирающие боли в верхней половине живота, диспепсические расстройства, тошноту, рвоту. Отрыжку, снижение аппетита. В случае ущемления чужеродного тела в привратниковом отделе желудка или двенадцатиперстной кишки развивается клиника апперационной кишечной непроходимости, характеризующейся интенсивными схваткообразными болями, рвотой, желудочным содержимым, механической желтухой. При внедрении остроконечных предметов в стенку желудка могут развиваться ее воспаления, некротические изменения, кровотечение, что приводит к ухудшению состояния пациента. При попадании в желудок желчных конкрементов превалируют симптомы ведущего заболевания калькулезного холецистита или язвенной болезни желудка. Инородные предметы травматического происхождения вызывают клинику массивного кровотечения и разлитого перитонита. Длительное нахождение инородного тела в желудке вызывает электролитные нарушения, гипохлоремию, гипокалиемию, метаболический алкалоз. Диагностика при распознавании патологии учитывает факт проглатывания предметов, наличие травмы, заболеваний ЖКТ. Окончательная диагностика производится с помощью рентгенологических и эндоскопических методов. Обзорная рентгенография брюшной полости наиболее информативна для выявления металлических объектов. Рентгенонегативные предметы выявляются в процессе рентгенографии желудка с раствором сульфата барея как различные по форме смещаемые дефекты наполнения. С помощью эндоскопии и гастроскопии устанавливается окончательный диагноз, оценивается количество, размеры и формы инородных тел желудка. Лечение инородных тел желудка. Лечение осуществляется в отделении абдоминальной хирургии, тактика определяется формой, величиной и количеством объектов. Около 80-95% случайно проглоченных предметов выходят самостоятельно в процессе дефекации. Крупные инородные тела, а также безуары могут быть извлечены эндоскопическим путем через манипуляционный канал гастроскопа. Для экстракции предметов используются эндоскопические щипцы или специальные проволочные петли. У психически нездоровых лиц гастроскопию следует проводить под внутривенной седацией. Эндоскопическое удаление противопоказано при перфорации стенок органа. В случае нахождения в желудке предметов, которые не могут выйти самостоятельно и быть извлечены в ходе эндоскопии, показано проведение гастротомии и удаления инородного тела. При формировании холецистогастрального свяща и попадании в желудок желчных камней выполняется холецистоктомия, резекция желудка. А при язве 12-перстной кишки, вагатомии и дренирующей вмешательства пеларопластика, наложение гастродуодина анастомоза или гастроюна анастомоза, удаление объектов обусловленных проникающим ранением живота производится отдельным этапом в процессе ревизионной лапаротомии.